Инклюзивное громадство инвестиций в будущее. Сегодня в Гомеле прошла Республиканская адвокацийная кампания Белорусского товариства инвалидов по зроку. Ее удельники обмерковывали питание доступного осяродя и презентовали новые технологии для людей с инвалидностью. Сустрешу наведала Ганна Коральчук. Вести незалежный ладжица и быть запотребованными в громадстве. Это то, что потребно каждому человеку, кто им ликует людям с инвалидностью. Яны, которые все хотят учиться в школах и университетах, ходить на працу, подорожничать и створать семьи. Для этого их новокольное осяродье должно быть удобным и доступным. Сделать его таким не очень складано, однако, кроме ожидания, важно хорошо понимать, как и что делать, чтобы задоволить потребы людей с инвалидностью. Самое правильное решение – наупрост запытать у них. Для людей с инвалидностью по зрению, кроме покраски ступеней, которые для слепого человека вообще никакой роли не играли, ничего не делалось. Но вот наше товарищество поняло, что это делается, не делается не из-за того, что не хотят, а из-за того, что не понимают, что нужно делать и как делать. И самое важное, что эта работа, начатая по созданию доступной среды в конце еще прошлого столетия, в общем-то, в то время не было никаких таких технологий для нас, чтобы сделать все нормально. И лишь развитие техники и технологии, при том, подчеркиваю, во всех странах предоставило возможность встать уже на путь построения доступной среды и для этой категории людей. На мероприемство Белорусского товариства инвалидов по зроку собрались представники всех зацекавленных организаций и ведомств. Министерство працы и социальной обороны, управление одукацией, оховы здоровья, культуры, архитектуры и городобудовництва. Подчас дискуссии они обмярковывали ситуацию в регионе и вопросы, на какие варто звернуть увагу у первую чергу. Комиссия по труду уже длительное время работает совместно с Белтизом по созданию рабочих мест. В этом году эта программа была продолжена, уже подписано соглашение на финансирование и создание четырех рабочих мест, на которые потрачено более 120 тысяч рублей. Также в области, в городе Гомеле проводится планомерная работа по оборудованию безбарьерного доступа. Ярким примером может служить улица Советская, ее часть в районе построенного торгового центра. Протягнулась встреча работы в двух секциях. Первую просвятили ЭТЦей правилам коммуникации с неведущими людьми. Другую – организации доступных осеродзе. Аудиторию представили техничные распроцовки для инвалидов по зроку. Например, веб-боксе, який заменяет компьютер. И он мает простую навигацию с выходом у интернет. На приладе у всего пять кнопок. Мы пропагандируем этот веб-бокс, как говорится, помощник для инвалидов по зрению. И не только для инвалидов по зрению. Я думаю, что любая категория, даже и бабушек, и дедушек, которые, можно сказать, трудно ему, допустим, научиться на компьютере, пожалуйста, это… А все, что надо, здесь все есть. И еще одно ноу-хау – разумные окуляры, який уладкованы микросканером и могут распознавать текст и объекты, а потом могучивать отриманную информацию. А кроме того, социальные объекты Гомеля укореняют навигационную систему «Кроки на гуки», якая дозволяя неведущим людям быть мобильными и перемещаться в просторы с докладностью. Электронный гуковый информатор на будинку подает специальный сигнал, на який рухается инвалид по зроку. Включается динамик дистанции на праздмобильный додаток.